Приветствую тебя, друг! С тобой снова Фауст, и мы продолжаем проходить Kingdom of Malore Reckoning. Так, я подбежал немного за кадром к переходу в Пустоши. И уже когда подошел к самому переходу, стартанул запись. Да, что-то я здесь просто ОП всех выношу. Это даже не криты, там анимация урона такая, потому что... Так, а я именно там, где нужно? Так, отправиться к могиле Айгонной. Это в каком из заданий нужно? Почему бы и нет? Так, я на чем-то... Я что-то говорил и прервался, когда увел здание. Ладно, не пойдем мы в этом видео в Пустоши. В этой серии. Хотя, скорее всего, учитывая, что это очень маленькая комнатка, то, скорее всего, пойдем. Луковицы Гириуса... А, вот. Останки мистического молота. Тут какие-то есть еще сундуки. Что-то типа этого. По-моему, только что... Я не смог сбить замок, и у меня... Сломались почти все отмычки. Че? Как так? Ладно. Не буду на этом застрять внимание. Я забрал останки молота. Там, видимо, отспавнились богарты. Можно вернуться в замок. Раз уж я нашел останки молота. И еще прочитать. Че за перчатки? Скорее всего, они довольно слабые. Рукавицы. Так, нужно сюда мышку. Полученные после службы в святилище Гириуса Берилом, Диароном, героем и мучеником. Ранней обороны Эротелла. Во время войны эльфов. Ладно. На самом деле, от того, что я довольно редко играю в последнее время. Вообще, ни хрена не помню, че там по заданиям, по сюжету. Ну, так, немного помню, но конкретно насчет молота... Вообще не помню, на хрена он там нужен. Ну, ладно. Чего бы и нет. Быстренько отдам. Мне что-то предпоминаю, что нужно было разобрать. Я не знаю, что делать, когда мы идем туда. Всегда живу в саду, через каньоны. Знакомься там. Ладно, пойдем. Так, я не могу отсюда. Да, не могу. Ну, шо ж такое-то? Ладно. В пустыню. В пустоши мы не пойдем? Потому что я бы с удовольствием закончил задание Псов Войны. И, скорее всего, на этом как бы будет все, потому что в Клюриконе и в Алабастрию не должно быть таких заданий. Мне кажется, это конец. По крайней мере, бродяги точно кончаются на Детире. Потому что есть только три лагеря бродяг. Звездный, лунный и... Последний солнечный. Залопсов-основателей. Я, по-моему, сюда заходил слегка. Или вообще не заходил. По-моему, он был закрыт. Я извиняюсь за то, что я оставил Иронфаст. В последнее время я увидела мою мать, это был день, когда она уехала в эти рюни. Она приехала сюда и не вернулась. Я... Я думала... Может... Но мы должны идти. Пусть мы говорим о святом пасе, который ведет к пасе. Ладно, я без проблем пройду. Наверное. Не совсем понятно, куда мне нужно идти. Здесь куча кобальдов. Ладно, я сначала пройду туда, где нету врагов. А, тут закрыто. Да. Понятно. Смотри, что пойду туда, где есть враги. Другого выхода у меня нету. Так, сундук. Охотник на эльфов. Меня, конечно, там запалили. Я хочу почитать, что за рукавица охотника на эльфов. Защиты мало. Тоже на силу. Инселем охотник на эльфов. Клялся охотиться на безбожных эльфов. Дополниваю их исчезновение эльфы, восхищаясь его мужеством и броней. Весело убили его из засады. Ну, блин, серьезно, я же перекатился. Ладно. Этот удар реально сильный. Усиление урона. Вот, все. Будет босс какой-нибудь, я точно использую одну из банок. Потому что у меня слишком их много накопилось. Тактика перемещения перекатами. Стелсового перемещения перекатами. Так. По-моему, у меня от этого как-то тратится. Ну, хотя бы одного убил. А, камера, что ты со мной делаешь? За что? С геймпадом, конечно, таких проблем нету, но там другая проблема. Проблема в том, что камера там у меня в основном статичная, потому что ей управлять очень неудобно. Прощай, курица. Ну, блин. А, живи. Пока что. Потому что в клетке, я думаю, ты долго не проживешь. На, чё, курица, просто еда. О, сколько же вас тут. Хотелось бы хотя бы одного стукнуть из-за спины. О, помогла мне. Молодец. Реально, это просто баншочная штука. У меня идеальная тактика против почти любого противника. Использовать этот апперкот. Правда, его не всегда удобно использовать. Учитывая, что я привык просто закликивать мышкой. Можно еще это использовать. А можно не закликивать мышку, а использовать. Там, клавишу с кликами. И все. Вот я и ждал пока, когда у меня будет возмездие. И нужно будет нажимать левую клавишу мыши. Тогда не нужно будет щелкать и просто максимально прокликать, набрать 100%. Ладно. Так, здесь ничего нет, то... Ты тоже мертв. Камера опять наркоманит. Ну, то, что она отдалилась, это еще ладно. Да, выход уже... Уже близко. Ладно. По-моему, это не очень правильная мысль. Потому что у него сопротивление к колющим атакам. А еще я почему-то не перекатился. Ладно. Есть смысл у нас так открывать сечение и яд. Все. Пока он отвлекся, я его кританул. Да, таких больших врагов можно стаггерить только после того, как я кританул. Красивое место. Печально, что оно никак... С ним никак не взаимодействовать. Не интерактивно. Немножко отнычек. То, что мне нужно. Тут еще какое-то количество врагов. Которые ставят довольно удобно. Так. Ну, что ты творишь? Какого хрена? И все согрились. Ну, что за бред? Купая баба. Поэтому баб с собой нельзя брать. Ясное дело, что не все бабы являются бабами. А, все. Умирай. Да, говорил, что есть такая тактика, но на тролля даже не спробовал. Хотя у меня была мысль, что... Какая-то у меня есть тактика. Потом посмотрел на возмездие. Возмездия нету. Ну, подумал, что ладно. Постреляю из лука. Пою за и скиллы. А печаль в том, что скиллы-то особо не покачаешь. Потому что опыта... Ни хрена. Я помню, смотрел обзор на эту игру. И там говорилось о том, что золота тут нифига нету. Ага. Скорее уж тут очень мало. А, печально. Тут очень не хватает опыта. Ты со мной не пойдешь, да? Прости, что отвлекаю. Она была так близко. Смотри. Это должен быть святый пасет, где-то. Ладно. Давайте сделаем это. Или ты все-таки со мной пойдешь? Да. Пойдешь все-таки со мной. Нет, не пойдешь, да? Ну, вообще-то я не пробовал пройти, но, видимо, игра решила, что я не пройду. Поворот судьбы двери. А, двери поворота судьбы, типа? И барьер судьбы. Ты открыл эту дверь? Я тоже пришла, и она была закрыта. И... Что случилось в обратном месте? Это все было вблером, и потом ты уходишь. Нет, не может. Нет времени. Это все было вблером, и потом ты уходишь. Нет, нет, нет. Ты тоже пройдешь со мной, да? О, ты можешь пройти. Ты не смертный, мертвец. Вообще-то я не смертный, наверное. Мне нравится голос. То... Мертвец должен быть превратился. Мертвец. В форте. Ты знаешь, как правило, что знания внутри тебя. Я не могу двигаться, но могу вертеть камерой. Так. Надо бы перековать моего, да. Шепоты. Дверь сама открылась. А, вот и кузни. Ну, раз я здесь, я сначала... Посмотрю, чем можно поживиться. Кузнечное дело. Отлично. Ожерелье. Мычки. Так, а что за ожерелье? Может быть, оно что-то крутое дает? Ну, во-первых, предметы. Надо прочитать книжку. Так, не... Такие книжки читать очень даже полезно. Так, а что там за ключ? Ключ от клетки. Ну, это тарфик. Книга. Книга. Навыков. Я, наверное, не буду читать, но можно на паузе. То, что мне еще нужно учиться вслух читать. Я думаю, это явно не сейчас нужно это делать. Так. Рукавицы борцуна. А, не ожерелье. Ключ. Урон в дневное время, восстановление маны и убеждение. У меня просто урон. Не, наверное, просто плюс 20% урона это лучше. Убеждение, конечно, тоже хорошо, но она у меня и так прокачанная. До максимума. Что? Убедение. Смотри. Ключ. Продолжение следует... Это оружие легенды. Нескару поднялся в Агон. Но теперь у нас есть собственные легенды. Нескару лорд Камазонду в Клодокрест Мунтан, в Хололанд. Как Бесен вытащит его звук, что называется Нескару лорд. Вы слышите? Я так понимаю, мне нужно будет одеть мистический молот. Ладно. Я думаю... Новое здание. Оно у меня, скорее всего, автоматически взялось. И, скорее всего... Да, она сказала Final Task. То есть это последнее финальное здание. Я думаю, я закончу задание Псох войны. Конкретно в этой серии. Даже если видео будет подольше. Ну да, мне нужно идти в пустоши. Именно туда, куда я и хотел изначально. Такая неплохая подводка к пустошам. Так. Тут небольшой проход как раз в пустоши есть. Воспользуюсь им. Видео длится 18 минут. И куча пауков, которые мне сейчас нафиг не нужны. Я не думаю, что они хотят умирать. Они просто глупенькие. О! А это первый камень пустош, насколько я понимаю, да? Нет, камень весны. Ох ты ж, ё-моё! Даже эта тварь особо не наносит мне урона. Но она может навесить на меня болезнь. Это печально. По-моему, любой ядовитый урон может навесить с небольшим шансом болезнь. Но, в принципе, так как я перекачанный, я без проблем убил крудок. Немножко меня замажили. Кираз Легиона. Так, нет, не здание. Снаряжение, доспехи Кираз Легиона. Мало. Мало защиты. Легион Геларина известен как, извиняюсь, известен как элитная ударная часть армии Альфа. Эта Кираз принадлежала капитану Легиона, погибшему в сражении Стуата. Так. О! Ну, во-первых, нужно камень знаний забрать, а там ещё тайная дверь есть. Их не так много. Я нашёл всю весну. Но, в принципе, только знаний для того, как элитная Альфа. Оппозиция не искаживает, не тех, кто уничтожит, но тех, кто уничтожит хаппинсталл. И обращает большие мастерства, которые уничтожили в ней в ее собаке. Мы узнаем это от Геала Тирин. Моя милая. Моя милая. Моя милая. Моя милая. Эссенция судьбы Ну это хоть что-то полезное Наверное Так, и что мне Дал этот камень Камень весны А, лето я уже взял Остановление здоровья А, просто процент здоровья манны А это выставление манны осенью Зиму я вообще не собирал Спротивление льду всего лишь Зима скорее всего будет в Клюриконе И Алабастры Амаура А, последняя локация На самом деле не так много локаций осталось Пустоши и еще раз 2, 3, 4, 5, 6 Ну до 200 серий я точно не дойду Так что На самом деле Тут Довольно мало еще осталось Всякого Опять пауки Что ж вас тут так много Эх, ладно По-моему он просто от яда помер Там еще кто-то Это паук или кто? Да, паук Но я от него уже достаточно убежал Так, еще один камешек знаний Это уже именно пустоши Я возьму еще этот камень Дожду пока он договорит Окей Ну хотя это стражи фаергорта Они бы... А, тут только один Я просто боялся вдруг это какие-нибудь Люди Которые бы мне сбили Субтитры Они успели отреспавниться? Хотя бы он среагировал Немного помог Попытался помочь Там еще немного золота Ну пофиг Даже людей Собрала Идем Дверь даже поставили Не к сару Как я по вам скучал Шучу Не скучал Какие же вы толстые Блин На самом деле Оп Тут бы Не помешала Системы Левелинга У врагов Чтобы С ростом моего левела Рост бы левела врагов Конечно было бы сложнее Но Было бы больше баланса Ну и Если у меня Маленький уровень То и враги Слабее Хотя Не, ну конкретно в этой игре Это было бы нормально Там В каком-нибудь Скайриме Ну скорее не сказал Не Скайриме А это было В Обливион Я не играл Но По крайней мере знаю Что там такое было Вы очень хорошо Работаете Как Пушечное мясо Молодцы Теперь здесь Можно спрыгнуть Сюда Нет А Я тут был И куда дальше А Я так понимаю Это То место Через которое Я бы возвращался Обратно Понятно Немного не туда пошел Какие прикольные звуки Насчет Никсару Печально то что Их мало Всего два вида Никсару Обычный И Вот эти Повелители Никсару Которых Я уже убил Не знаю сколько Блин Шесть штук Вот В недавней серии Был один Никсаров Их что то слишком До хрена Учитывая что они Какие то Верховные Предводители И у меня есть Возмездие На всех Случа Как раз Финальный бой В квесте Стальных волков Идеально Тут по моему Что то должно быть Там проход дальше Значит В тупик Стоит зайти Глянуть что тут Ну тут враги По моему Она там Никсару призвала Или нет Тут в целом То можно даже И умереть По моему Я этим сейчас И занимаюсь А это Она кастовала Ледышку Понятно Вот здесь Стоит использовать Тактику А я что то Не пользуюсь Да Явно стоит Особенно Когда они там Что то Начинают Кастовать Хорошо Хорошо что Сейчас Она по мне Не попала Я видимо В прыжке Не уязвим Это довольно странно Этот удар Просто топовый Потому что У меня Скорость Замах Большая Но при этом Такой урон По моему Я просто Отмычку Одну Трачу Или какое то Количество Отмычек Когда Взбиваю Замок Это довольно Странно Но это экономит Времени Опыт Я конечно Теряю Но Но я не теряю Тот опыт Который Уже Получил Так что Пофиг Терять то Что я И так Не получил Но это Странно Ясно Так Мне бы Вообще Неплохо Было бы Выпить Как хилки Пьются Я не помню Как хилки Пьются Клавишами Поэтому Выпью так А Ясно Все Это чтобы КД не тратиться Так Так Вот если бы Камера Всегда была Отдалена Когда я дерусь Никогда бы Не было Багов С камерой Так На букву На букву Е Я наверное Пью Ману Могу проверить Нет Я меняю Оружие Да Я наем Пью Ману Все Я понял Почему я тогда Слухом Давненько Не играл Ой Че с тобой А Ты померла Понятно И когда бой закончился Ты и встала Ну У меня Такое Всегда со мной бывает В начале игры Такое было Я не знаю Почему Ты там стоял Мпс Тупой Ну ладно Возможно Это Как-то Из-за меня Из-за моего Влияния Мпс Здесь Важные Нпс Не умирают Крайне мере Я бы это так Объяснил Прикольная печать Пойдем дальше Я здесь не хочу Оставаться Вдруг Че нибудь Произойдет Но если бы Оно могло Произойти Оно бы Наверное Произошло Так что И здесь Уже Будет Проход На Самую Высокую Часть Горы Какие Живые Блин Толстые Бесите Да Вот Наконец-то Надо Не давать им Кастовать Просто А камера Что ты делаешь Оп Все Глин Глин Ты больше Кричишь Чем Бьешь Там Кто-то Зареспавнился Так Ну в общем Задержите Их Че Или Вы Имейте Ввиду Что мне Нужно Все-таки Их Убить Какого Хрена Я Должен Ити Вперед А вы Как мясо Должны Их Сдержать По всем Канонам Че Толстый Мак Или у Меня Скорее Че Топом Меньше Урон Стал Хотя Должно Было Наоборот Стать Больше Потому Что Там Баф У меня Вот Эта Рука Баф Баф Обновляется При каждом Убийстве Конечно Я надеюсь Что мне Не нужно Использовать Возмездие Так А Точно Да Понял Я мог бы И не убивать Никого Да Мистический Молот Я хочу Красиво Это Сделать Ну Это Было Почти Красиво И По Моему Это Был Новый Витник Сару По крайней Мере Он Похож На Него Так Что-то Мне Подсказывает Что Лучше Сделать Это По Другому Нет Недоспехи Оружие Основное Поставить Мои Когти Льва А вот Дополнительное Пусть Будет Молот Датшот Конечно Классный Лук Но Никсару Стоит Убивать Моими Клинками Каждый Раз Менять Оружие Как-то Мне Не Очень Хочется Одного Удара Хватает Я Удивлен Даже Еще Один Никсар Так Там Что-то Светится Ну а я Видимо Не могу Туда Корона Камазанда Наверное Это Какой-то Уникальный Босс Я надеюсь Что будет Хотя бы Три Никсару Иначе Это Как-то Тупо Вот Где-то Три Таких Удара Наверное Хватило Чтобы Убить Никсару Одного О Скипет Зеле Зеле Усиление Урон Конечно Понадобится Хотя И против Никсару Мог бы Использовать У меня Их Почти 50 Штук Гляну Что за Скипетр Урона Маловато 16 Урон Уровень У меня Тоже 16 Уровень Это уже Энгеймовое Оружие Я бы сказал Тут Пятый Уровень Нет 18 Есть Значит Я могу Какое-нибудь Эльфийское Оружие Эльфийские Клинки Найти Именно 18 Уровня Этот Необычный Скипетр Является Детищем Эльфийского Чародея Работающего С материалами Традиционно Ассоциирующимися С Кузнецами Варань С кузнецами Варань Ладно Спидран 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 А я не ударил? В смысле Я не ударил? Тогда я ударю Оп На самом деле Да Мне Стоит Выпивать Увеличивать Урон По ним Возможно У них Просто Брони Много Поэтому Я и Дамажу Их Очень Слабо Но Блин Опыта Кстати Много За них Даю За всех Дали 5000 Неплохо Зелья Здесь Ничего Интересного Здесь Ничего Интересного Отпочка Хотя Ничего Интересного Хотя Ничего Интересного Так И Видимо Там Последняя Опора Я уже Думал Что Это Уже Была Последняя Опора Но Нет Где-то Что ты сделал, ты Чудар Ты Думаешь, что война может быть Одна Много Многие Не могут Прикроваться Таким Малис Продолжение следует... Не сомневаюсь, что Никсару тебе подчинится. Надеюсь, убеждение сработает. Около 50%. Вы не можете подчиняться в мою голову. Я без подчинения. Я чувствую огонь в его присутствии. Я буду расстроиться. Я буду освободить. Я буду освободить нас от этого вечерного войны. Понятно. О. Или она так не работает. Я только что сбросил баф. Да, видимо, она так не работает. И я зря сбросил баф. Слабенький его. Даже восьмиде не стоит кастовать. А, это фейерверк тут мой. Ладно. Можно поучиться уворачиваться от ветерков. Немножко. Ладно. Это слишком надолго затянется. А, нет, это был не босс. Босс убежал. Сколько же никсару. Все-таки банки. Так, сделаю так вот. Банки регена классная тема. А, кровавый охотник никсару, он посильнее, я так понимаю. Но проблема в том, что... О, блин, хилит. Это же прям как... А, он постоянно будет призывать, ну ладно. Прям как леди какая-то. Я не помню, как ее зазывали, но она призывала кучу... ...всяких мобов и потом их лечила. Конечно, банка регенерации очень классно работает. Нормально. Даже молот починил. Ладно, мне осталось тебя добить. Опять пробел. Ну, какого хрена? Это Камазан, говорит. Камазан, это не шик. Это шик. Вдох. Это шик. Это шик. Что я бил. Какой шик. Я не могу больше, чем сильнее. Я почти свободен после так много лет. но зеркало, и мой мозг может сейчас превратиться. Представьте, что я могла сделать, если бы я имел инструмент, через который действовать так же. Ну, мне интересно, что будет. Я не знаю. Выглядит так, как будто это какое-то здание, и я его, типа, принимаю. Поэтому я... О? Звук — это инструмент. Но он ценен для своих действий, и не для своих бухгалтеров. Твоя другая и другая ждет вниз. Возьмите ее, а затем возвращай мне. Этого мужа будет твоя рода. Возьмите? Но дело не сделано. Возьмите кровь, или оставь меня для моего импризонта. Я думаю, убить ее. Чего бы нет. Это интересно. Кузнечное ремесло качнуло. Тут уже не важно, что я там буду качать. Так. Вот это классная тема. Ну, я оставлю потрошители себе. И все. Я прокачал себе все. Приемы. Горострел. Странно. У меня же он был. Ладно. Сразу вспоминается история Артаса из Варкрафта. Возьмите. Что это в твоих глазах? Влажные хаоса. Бетрая. Возьмите. 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 А. Возьмите. Ну, блин. Это все потому, что мне интересно, что будет дальше. Костеляны какие-то. Устрашающий шлем. Это маска, типа? Видимо, да. Я не могу отсюда переместиться, да? Да. Не могу. По-моему, это было бы интереснее, чем я бы просто отказался. Да. Я хочу забрать золото. Чем если я просто отказался и пошел бы по саму войны. Это, по-моему, не очень интересно. Ладно. На этом я закончу. Я надеюсь, что тебе понравилась эта серия. Если так, поставь лайк. Напиши комментарий. Напиши, что ты думаешь о моем поступке. Мне будет это очень приятно. И будет быть вероятнее записывать для тебя новое видео. Спасибо тебе за просмотр. С тобой был Фауст. Удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok